Для того, чтобы наш мозг долгое время оставался молодым, нужно его тренировать. Исследователи человеческого мозга уже давно установили, наиболее активно этот бесценный орган развивается в первые годы жизни человека. От рождения до одного года младенец усваивает и перерабатывает такое количество информации, которое и не снилось взрослому человеку. Бурная активность мозга продолжается до трехлетнего возраста. До 7 лет мы еще сохраняем достаточно высокий потенциал. А вот после 12 лет темпы развития наших мыслительных способностей заметно снижаются. Нейрофизиологи пришли к неутешительному выводу. С 20-летнего возраста мозг человека переходит в стадию старения. Как же остановить этот процесс? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Точно так же, как мы сдерживаем процесс старения своего тела. А для этого необходимы регулярные физические нагрузки. Они позволяют на долгие годы сохранить тонус мышц, подвижность и гибкость суставов, быстроту реакции и выносливость. Точно так же для сохранения активности мозгу необходима регулярная тренировка и специальные упражнения. Ведь он подчиняется тем же законам природы, что и все остальные органы и системы человека. Именно регулярные упражнения для памяти, внимания и интеллекта позволяют держать мозг в тонусе, активном и работоспособном состоянии. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг «Тренажеры для мозга». В СССР особое внимание уделялось развитию как физическому, так и интеллектуальному. Все, кто учился в советской школе, до сих пор остаются в более выигрышном положении. У них с навыками обучения, самостоятельного мышления, анализа информации, дела обстоят лучше, чем у последующих поколений. Книга Антона Могучева «Тренажер мозга по методикам СССР» представляет собой книгу-тренинг, основанную на лучших методиках советского времени. Пособие представляет собой систему, которая позволит развивать интеллект всесторонне и делать это планомерно, идя от простого к сложному. Первая часть – разминка, раскачка для интеллекта. Решая занимательные таблицы, в которых необходимо как можно быстрее найти числа, например, от 1 до 90, можно за короткий срок увеличить концентрацию внимания, повысить скорость мыслительных процессов, моментально включиться в умственный труд. Эти таблицы являются усложненной модификацией давно известных на Западе таблиц Шульте. Немецкий психотерапевт Давид Шульте разработал их в середине 20 века для своих студентов. Но довольно скоро этот инструмент получил широкое распространение. Его стали даже использовать при подготовке работников спецслужб. В этот же раздел входит тренажер Келли. Доктор Патрик Келли для совершенствования интеллекта и памяти предлагает устный счет из простейших примеров. Но пусть вас не смущает простота методики. Она не влияет на максимум результата. Залог успеха в скорости вычислений. Ежедневные вычисления в быстром темпе побудят мозг быть в постоянной боевой готовности. Вторая часть содержит задания на каждый день, которые не займут у вас много времени. Потренировать внимание позволят задания на поиск сходств и различий. Они полезны как детям, так и взрослым. Расширить поле зрения и посмотреть на шаг вперед помогут предлагаемые лабиринты. Задача на пространственное мышление научит запоминать и анализировать расположение объектов. Наш мир полон закономерностей. Задания на поиск закономерностей, на сообразительность, шуточные задачки научат аналитическому мышлению и креативному подходу. Третья часть сложнее. Здесь упражнения, которыми лучше заниматься на досуге. Когда мы задаем мозгу сложные задачи, он получает ценнейший опыт. Формируются новые нейронные связи, а значит наш интеллект никогда нас не подведет. Здесь также представлены математические разминки, задачи на логику, словесные игры. Выполняя задания из книги «Тренажер для мозга по методикам СССР от простого к сложному», вы с легкостью научитесь обращаться с любым количеством информации, которая так богат наш 21 век. Анализировать ее, запоминать и применять. В книге Эдуарда Доминова «Тренировка памяти. Уникальные методики гениев» в доступной и интересной форме описаны основные типы памяти, особенности детской памяти и нарушения памяти в пожилом возрасте, методики лечения этих нарушений. Отдельная глава посвящена тренировке памяти при использовании различных методик преподавания иностранных языков. Автор описывает множество различных методик тренировок, классических и современных. Заинтересованный читатель непременно найдет в этой книге подходящую ему методику. Завершит наш обзор практическое пособие Мишеля Нуар и Бернара Круазиль «Зубочистка для мозгов», в котором предложено 100 упражнений. Оба автора – эксперты по старению мозга, имеют научные статьи и выступают на конференциях по вопросам болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что улучшения достигаются легче и быстрее, если упражнения для ума увлекательны и разнообразны. Вот почему в книге так широк спектр различных типов задач. Пособие разделено на пять частей, соответствующих различным когнитивным способностям – вниманию, памяти, речи, воображению и логическому мышлению. Внутри каждого раздела есть четыре группы упражнений, по-разному воздействующих на мозг. Интересно и сложно искать спрятанные фигуры и слова, иголку в стоге сена, запоминать последнее слово в каждом предложении и записывать их в нужном порядке. В библиотеке номер 18 Северного округа с 2023 года для пенсионеров проводятся занятия «Зарядка для ума». Кроме описанных упражнений на встречах мы активно используем нейрогимнастику, которая помогает наладить межполушарное взаимодействие. А кроме этого прекрасно развивает концентрацию и устойчивость внимания, улучшает общую интеллектуальную работу мозга. На каждом занятии женщины прокачивали зрительную, слуховую, образную память с помощью счетных палочек и картинок. Если в начале курса женщинам было тяжело запоминать цепочку из десяти картинок, то в конце они с легкостью запоминали 25 с применением ассоциативного ряда. Пожилые люди с удовольствием учились новым способом запоминания информации с помощью мнимотехники. Так ученицы запомнили чудеса света, корейские и чешские слова, научились быстро запоминать имена и фамилии незнакомых людей, ходить в магазин без записок напоминалок и многому другому. Наибольший интерес вызвал способ запоминания стихотворений с помощью составления интеллектуальных карт. Таким образом участники пополнили свою поэтическую копилку. Сейчас они знают наизусть 15 стихотворений. Любимыми стали стихотворения Бориса Пастернака «Любительных тяжелый крест», Анны Ахматовой «Я научилась просто мудро жить» и Роберта Рождественского «Человеку надо мало». Рождественский «Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имеется до начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила». На развитие мышления особой популярностью пользовалось чтение зашумленных текстов. Они бывают разные. Тексты с перепутанными буквами, тексты без пробелов или наоборот со случайными пробелами, тексты с лишними буквами или знаками и другие. Самый сложный вариант перед вами. Текст, написанный в технике «Разбитое зеркало». Чтобы его прочитать, необходимо раскодировать каждую строчку своим особым способом. На занятиях применялась также двигательная коррекция, включающая упражнения с кинезиологическими мечами и мешочками, с выполнением конкретной программы на усложнение. С одной стороны, они направлены на формирование и развитие высших психических функций, а с другой используются как инструмент преодоления различных проблем самочувствия и взаимоотношений с другими людьми. Конечно, тренировать свою память можно и дома. Решать головоломки, кроссворды, играть в шахматы и другие настольные игры, которые требуют умственных усилий. Учить иностранные слова, читать умные книги, ходить новыми маршрутами, знакомиться с новыми людьми, путешествовать и многое-многое другое. Мы предлагаем также познакомиться с другими изданиями, которые содержат всеобъемлющую и очень увлекательную программу упражнений, помогающих разбудить мозг и отточить мыслительные способности. Продолжение следует...